Всем здравствуйте! Вы на канале все о стиральных машинах и бытовой технике. В сегодняшнем видео я вам расскажу, как же перезагрузить робот-пылесос Xiaomi и как это вообще можно сделать. Для чего вообще нужно перезагружать робот-пылесос? Ситуации бывают разные. Есть момент, когда вы пытаетесь зарегистрировать пылесос в приложении для того, чтобы пользоваться его. У вас на пылесосе есть две такие кнопки, которые дают возможность при нажатии произвести сброс Wi-Fi и сброс стандартных настроек. В данном случае это есть какой-то своей степени перезагрузка. Также есть моменты, когда нужно перезагрузить робот-пылесос в процессе уборки. У вас где-то что-то зависло, к примеру, датчики, например, не реагируют на стены. Либо же, к примеру, у вас произошел какой-то сбой и робот-пылесос не реагирует. То есть вы пытаетесь его выключить, а он никак на это не реагирует. Тогда какой выход из ситуации для того, чтобы сделать перезагрузку? Может помочь, наверное, только один момент, уже такой самый критичный. Но еще раз повторюсь, если он не реагирует абсолютно ни на кнопку, либо не на приложение, то тогда попробуйте снять крышку и вытащить аккумулятор. То есть отсоединить его от клеммы, и это даст возможность сбросить все питание. Таким образом произойдет полная перезагрузка всего робота-пылесоса. То есть если какая-то ошибка была, то после вот такой перезагрузки, соответственно, ошибка данная уйдет. Вот таким образом вы можете сделать перезагрузку робота-пылесоса. Так как даже, допустим, в инструкции очень много ряд ошибок есть, которые могут быть, появиться в процессе работы у робота-пылесоса Xiaomi. И там написано, то есть где-то там переставить место на место, где-то почистить, допустим, фильтр, почистить щетку там, да. То есть почистить какие-то датчики вот эти, если, к примеру, там пылесос не реагирует на стены, да, и не видит, куда он едет. То есть помочь как-то ему сориентироваться. Либо же еще момент сделать перезагрузку. То есть перезагрузку вот так, да, либо же вы это сделаете через сброс настроек на самом устройстве. Таким образом сбросятся все ошибки, да. Либо же просто попробуйте выключить и потом еще раз включить. То есть вот такая минимальная получается перезагрузка, которая не сбрасывает настройки никакие. Поэтому при каком-то сбое работы попробуйте выполнить вот такую вот перезагрузку. Может быть она поможет решить вашу проблему и вам не придется нести тогда ваш робот-пылесос в мастерскую. Под этим видео есть ссылочки, можете ознакомиться на лучшие роботы-пылесосы Xiaomi. А это видео было снято специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Если оно вам было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok